Почему Всевышний не даёт мне всё, что я хочу? Ведь никто не может ему воспрепятствовать, и он ничем не ограничен. Почему он вообще должен молиться об этом? На этот вопрос даёт нам Каббала достаточно глубокое объяснение. Всевышний, когда сотворил мир, решил по своему желанию ограничить себя, привязать своё поведение в этом мире к определённым законам. Ещё раз. Всевышний, когда сотворил мир, решил по своему желанию ограничить себя, привязать своё управление миром к определённому своему поведению, определённым качествам, определённым законам. Это утверждение мы можем увидеть в комментарии на фразу «В песне песней». «Царь, пленённый кудрями», объясняют каббалистические книги. «Царь» — это «Царь мироздания», а «кудри» — это убеждение человека. Получается, что творец ограничил себя, своё поведение по отношению к нам в соответствии с нашими убеждениями. Что он как бы не может дать человеку благо, если тот уверен, что этого блага не достоин. И наоборот, когда этот человек начинает по-настоящему полагаться на Творца, что творец даст ему определённое благо, здоровье, деньги, хорошие отношения, то творец, как правило, даёт. В соответствии с нашей уверенностью во Всевышнем, он даёт нам желаемое. Например, человек, который считает, что он не может зарабатывать в месяц больше, чем тысяча долларов, в самом деле не сможет заработать больше. Человек, который считает, что не сможет излечиться от какой-то болезни, скорее всего, от неё не излечится. И наоборот, тот, кто уверен, что Всевышний поможет ему заработать определённую сумму денег в месяц или выздороветь, Всевышний на самом деле ему помогает. Мы подобны графину, в которой Всевышний постоянно льёт самое лучшее вино. Но если крышка графина закрыта, вино внутрь не проникает. Так Творец создал этот мир. Таковы духовные законы природы. Как узнать, достаточный ли у вас бетахон, чтобы получить желаемое? Приведу в ответ рассказ про Рава Салантера. Как-то раз один его ученик сказал, что он купил лотерейный билет и полагается на Творца, что этот билет выиграет тысяча долларов. Молодец, сказал Рава Салантера. Слушай, продай мне этот билет за 500 долларов. Хорошо, Рав, покупайте, сказал ученик. Вот видишь, сказал Рава. Это доказывает, что ты не веришь в то, что этот билет выиграет тысяча долларов. Если бы ты по-настоящему в это верил, ты бы не согласился мне продать его даже за 900. Говорят наши мудрецы, что нам нужно притягивать необходимые вещи с помощью бетахона. Написано, «Кавей лошем, хазак веамец львеха, ве кавей лошем». «Уповай на Господа, да укрепится и станет сильным сердце твое, и уповай на Господа». Даже если ты что-то ожидаешь от Творца и не получаешь, укрепи свое сердце и продолжай уповать на него. А для тех, кто боится, что при таком бетахоне за каждый подарок вычитываются заслуги из будущего мира, говорит нам великий Баал Шемтов, основатель хасидизма, что если человек это делает для Творца, то тогда ничего не вычитывается. И добавляет, что даже если есть небольшое намерение ради Творца во имя Небес, то все это упование засчитывается во имя Небес. Важно добавить, что упование несовместимо с нарушением законов Торы. Человек, уповающий на Бога и идущий против него, не дай Бог, тем самым показывает, что не доверяет Творцу, не верит, что Всевышний дал ему лучшие законы, самые лучшие для него. Понятно, что такой подход несовместим с бетахоном. Что делать, если вы упованьете на Творца в определенном аспекте, а он говорит вам нет? Об этом с Божьей помощью в следующем видео.